здравствуйте здравствуйте мои хорошие здравствуй мой мартыша здравствуй мой верный дружок ты почувствовал что у нас уточка да да сегодня мы продолжаем готовить утку рецепт как я мариновала утку есть найдите видео а сейчас мы уже будем его подготовлю вернее будем запекать готовить до готовности а потом запекать чтобы на ней было глазурь смотрите на мороз или на что это быстро что нет как будто бы бьются уго госкуркой балдеть так ладно идемте на кухню я уже здесь приготовила все и мы сейчас продолжим сейчас Сейчас наша задача приготовить утку, потому что она очень-очень туга. Видите, я ее переворачивала, массажировала. Вот сейчас чуть-чуть вот так вот снимаю это все с нее панировку. Да-да-да, конечно. Вот так все это снимаем, чтобы она чистенькая была. Выравниваем вот так ее. Да, конечно. Шейки вот здесь. Шейка вот так приклеится. Немножко не зажарена, но ничего страшного. Так вот так вот обобрали мы ее. Вот это же маринад, который у нас есть, мы его выливать не будем. Он очень ароматный. И сюда я добавлю, смотрите, у меня веточки настоялись. Я вылила вчера. Вот такая жидкость. Это вишневые ветки, которые оставляли мы в сотейнике. Вот они превратились в такую жидкость. Это ничего, ни соли, ничего не добавляем. Эта жидкость у нас пойдет. Я буду готовить вот в этой утятнице. Так, это я сюда выливаю. Это пока готово. И сейчас быстренько приготовим рис. Рис мы, буквально, вода закипит в сотейнике. Сейчас, секунду. Где мой рис? Где мой рис? Рис, рис, рис. Извините, сейчас я найду рис. Потерялся рис. Нашелся рис, слава богу. Подумала, где его дело? Вчера крутила, крутила. Так, на эту утку возьмем где-то стакан риса. Я беру басмати. Шикарный рис, конечно, немножко он дороговатый, но ничего. Вы можете взять обыкновенный рис. Только не берите круглого. Круглый, вот он сильно быстро разваривается. Так, сейчас заливаю водой. Воды не важно. Нам нужно буквально пару минут его прокипятить. По идее, мы в утку будем отправлять почти сырой. Почти сырой рис. Потому что утка будет очень долго в нас тушиться. Влаги там много. Поэтому все приготовится. Так, заливаю водой. Немножко посолим. Рис, который будем отправлять вовнутрь, он должен быть почти уже по вкусу полностью заведенный. Потому что потом вы его не посолите. Ставим на огонь. Помешиваем. Так, и пусть он варится. И сейчас готовим яблоки. Я хочу добавить яблоки и хурму. Так, сейчас яблоки. Это большое я оставлю, чтобы попу закрыть. Красиво звучит, да? Большое яблоко, чтобы закрыть попу. И очищаю кожицу. Нам она не нужна. Я купила такие яблоки. Честно признаюсь, те которые подешевле. Хотя нужно зеленые, зеленые, зеленые. Опять парадокс. Вот серединка в утке. Яблоки запеченные. Я тоже их не люблю. Я буду есть, но я не люблю. Вот как уха, вот это вот заливное с рыбой. Один жареный карась мне нравится. Вот жареная рыба хорошо жарена. Мне нравится. Так точно и здесь. Вот начинку из утки. Рис этот с яблоками, с курагой, с чем хочешь там. С апельсинами утка. Я не люблю. Поэтому. Хотя все любят. Но по мне равняться не будем. Так что яблочки я очищаю. Вообще утка, утка, птица, гусь. Любят шипуны, вот эти качки. Любят такое, чтобы оно было сладко-кисленькое. Не просто так стушили, да и до свидания. Если тушеное мясо, то уже конечно там подлива дает вкус. А если такое, что будете резать, нарезать кусочками, то понятно, что нужно какой-то кисло-сладкий соус к нему. Так, все. Очищаю яблочки, вы поняли. Так, вот такими вот кусочками, не разрезая. Вот так вот получается на 4 части яблочко. Я в ту миску, где была утка, вытерла эту. И сейчас возьму фурму. Переспела она немножко. Тоже такими вот дольками. Нарежу и сюда к яблокам. Одной хватит. Так, что тут сейчас я их... Так, сюда. И сейчас немножко подварится рис. И отправим туда рис, чтобы хорошо все соединить между собой. Так, рис готов. Смотрите, я слила, но чуть-чуть жидкости оставила. Не надо. Вот он чуть-чуть просто набубнявился. Так, и сейчас вот сюда высыпаю это. Нет, можно так немножко оставить, чтобы остыло, потому что горячее неудобно. Не рукой запихать, не перемешивать. Так, видите, вот немножко водичка, ничего страшного. Так, рис теперь нужно попробовать, как он на соль. Чуть-чуть досолить надо. Оно не рис, а сама вот эта масса. Так, досолили. Перчика добавим. И добавлю... Так, так, сейчас, секундочку, чтобы папрички чуть-чуть. Оно будет красивенький такой цвет. Это паприка, это не красный перец, не острый. Остро делать не будем, не надо, потому что это же не одна я буду кушать, правильно? Так, вот такая начинка пусть остывает. Давайте я сейчас возьму... А, еще хотела добавить немножко базилика сушеного. Сейчас, сейчас, сейчас. Я знаете, что хотела? Вот думала, думала, сделать. А потом думаю, а вдруг я испорчу? Вот этот вот сыр, который Аида присылала, шарики, он в холодильнике у меня лежит. Я думала его сюда добавить. А потом думаю, ну, это такое, знаете, кто не пробовал и Сашуня, ну, не впечатлило, честно говоря. Поэтому не стану рисковать. Так, все, сейчас остывает, чтобы я рукой могла наполнять утку. Включайте духовку 180 градусов, потому что я буду в гусятнице, прямо отправлю в духовку, накрою плотненько. Конечно, в идеале, если у вас есть такая форма прямоугольная, сетка, на нее решетка ставится. Под низ наливается вода. Гусь располагается на решетке. Сверху накрываете, полностью заматываете фольгой, прямо вот так хорошо, чтобы не было. Получается как мини-печь и в духовку. Но у меня нету такой, во-первых, я бы нашла, конечно, противень, но у меня нету решетки. Поэтому толстостенная вот эта вот гусятница, она для этого и предназначена. Будем делать в гусятнице. Так, ну что, уже можно... Видите, так перемешаем, что ли. И сейчас беру эту утю. Да чего ж утю, а, господи. Качка, 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 качка. И вот так вот ее ставим столбиком. Не знаю, вот во мне двоя борется добавить, а тот сыр не добавить, а. Как вы думаете. И вот так вот запихиваю. Много, конечно, я риса намочила. Что-то мне она показалась такая большая. А сильно много не надо, чтобы не порвало. Яблочки. Ну ничего, сейчас обратно в сотейник добавлю воды-то, сварю-то и будет с яблоками рис. Так, вот и тут. Мы еще и туда вот шею позагоняем яблоко. Так, и сейчас попочку. Вам видно вот так вот, попочку. Как я культурно с этой утей разговариваю? Попочку. Так, вот сейчас я тут вот так залеплю ее как будто бы яблочками, чтобы рис не выпадал. Вот так. И теперь закрою. У меня есть хорошая Пани Панченко. Так приклеилась к Пани Панченко. Так и есть. Она мне присылала вот такие специальные иголочки. Потому что зубочистками неудобно, а этими иголочками удобно. Вот мы снимаем и видите, как хорошо. Вот так вот. Раз. Это что-то не очень хорошо. Надо вот так, наверное, внахлёст. Кожа такая нежная, прямо рвется. Вот так. Раз. Сейчас, 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 сейчас. И вот так. Вылази, господи. И вот так два. О, видите, как хорошо застегнулась. Как хотите, крутите. Не переживайте, что сломается. Так. И здесь попу ему. Как говорится, заткнем. И чем эти хорошие застебачки, вы видите, где они находятся. Так. Отлично здесь сделали. Вот так его немножко подстройте, чтобы он красивенько вот так лежал. О. И сейчас я вот сюда вот, в эту дырку вот сюда, что у меня здесь есть. Вот. Сейчас тоже напхаю сюда рисика. Вот так. Ну, остался же чужине. Яблочко сюда. Хурму сюда. Вот так. Тоже можно шкурку эту стянуть вот так вот на шейке. Сейчас мы её стянем. Сейчас мы её стянем. Чем хорошо получается, что у нас утка, утка-гусь, уже и с гарниром. Вот так. Вот так. Видите, как хорошо. Это так под рукой положим. Вот так вот. Всё. Вот такая тушечка у нас получилась. И теперь, сейчас я немножечко наведу на дощечке порядок здесь. Потому что здесь то, что высыпалось сюда, можно вот здесь ещё закрыть. У меня иголок этих хватает, чтобы оно там всё прямо было герметично закрыто, чтобы пропаривалось. Сейчас одну секундочку, наведу порядочек тут. Так. Хорошо. Это вот на таких тяжёлые, я вам скажу, утки. Вот так. И сейчас утятница. И мы красивенько запихиваем. Вот так запихнули. Видите, как хорошо она на нас влезла. Вот сделайте, чтобы она красиво у вас лежала здесь. Форму ей передайте. Так эти шпильки потом вытащатся. Вот так ровненько сделали. Всё. Видите, до половины у нас получается жидкость, и это не страшно. И теперь я накрываю крышкой и отправляю в духовку. В духовке это в зависимости от вашей духовки. Может час, может полтора, может два, может сорок минут. То есть вы будете смотреть, чтобы утка у вас полностью приготовилась. Чтобы вот так вот прокалывая, у вас не было крови. Розовая-розовая сукровица. И она будет мягенькой. Всё, отправляю её в духовку. Пусть себе готовится. Пока утка готовится, я вам покажу. Вчера, смотрите, украсила калитку дождиком. Никто даже не украл. Видите, красота какая. И ёлку мы решили не ставить. Дима принёс в лесу. Шесть веточек наломал. Но это и записала. Но где-то видео, конечно, уже стёрло. Вы же понимаете. Одни вот колючки остались на асфальте. Видите? Вот. Шесть веточек. Взял ведро чёрное большое моё. Набрал песка. Туда повсувал всё. Пролили мы водичкой это всё. И получилась у нас такая ёлочка. Саша её украсила. Я вам сейчас покажу, что получилось. Очень-очень даже красиво. Молодец. Она всё сделала. Суперски. Идём, я покажу вам ёлочку. Смотрите, как ёлочка мигает разноцветными огнями. Саша соорудила прямо целую ёлку. Деду Морозу. Смотри, Лара, шапка подошла как раз к Деду Морозу. Потому что ты видела, голова оторвалась. Слушай, не клеила, клеила? Нет. А эта шапочка как раз подошла к Деду Морозу. Вот старенький Дед Морозик. Где-то ещё один. А вот она посадила ещё одного Деда Мороза. Смотрите, как украсила. Красиво ведро с песком, дождиком, бусами. Ну, тут тяжело. Видите, ветка прямо опустилась. Вот так вот. Надо маленькой ниткой просто связать между собой. Немножко игрушек. Ой, а что перестала мигать? Вроде только что мигала. Ааа, это разно. Видите, нагревается. Это, Сашуня, тут вот кнопочка такая есть, наверное, да? О, да. Видите, вот. Так что у нас вот такая вот красивая сосна. И верхушка нежная, и шапочки, и игрушки. Вот эта, Саша, игрушка очень нравилась. И звезда вот она висит здесь. Так что у нас есть ёлка. А мы поставим стол здесь, в зале. Мы будем тут новые вот встречать. И тогда запалим вот этот вот, поставим веночек и запалим. Надо, конечно, поджигать все четыре свечи. Говорят, вера, надежда, любовь и, по-моему, будущее. Четыре свечи должно быть. Ну, мы посмотрим, может, одну запалим. Так что на столе у нас будет стоять вот такой вот этот красивый-красивый венок. Все, у нас Новый год, мои дорогие. А вы что думали? Ага, вот так. Сейчас я включу. А нет, оно включается вот. Сейчас поиграем. Ох, вот так мне нравится, когда оно мигает. Тун-тун-тун. Ту-ру-ту-ру-тун. Ту-ри-ту-ри-ту-ри-ту-ри-тун-тун-тун. Пахнет сосёнка. Вот так. За пять минут. И вот самое главное. Смотрите. Смотрите, шампанея. А, ещё шампанское ту надо поставить. Вино там у меня есть. Целая куча. Вот это вот новогодний уголок. И я понимаю. Ну что, давайте заглянем в нашу духовку. Ой. Это пар. Не бойтесь, это не горит. Что у нас тут происходит? Аккуратненько. Ох, что зажарилась духовка у меня так. Казань немножко зажарился ночью. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, сейчас посмотрим. Сейчас я немножко достану, чтобы она нас не подгорела. Сейчас, секундочку. А то уже ой-ой-ой. Так, я поставила сюда, потому что, смотрю, жира, конечно, с утки ужасно выбежало. Смотрите. Тут крылья уже даже где внизу, что было, уже готово. Вот оно, смотрите, начало отделяться. И шкурочка. То есть, утка полностью готова. Сейчас она пусть немножко остынет вот в этом состоянии. И потом мы ее отправим. Вот видите, какая красавица. Это кипело. Мы это все так вот, видите, она все сдирается. Мы нанесем сюда глазурь. И эта глазурь потом только, единственное что, она подрумянится. И утка готовая. Вот такая красавица. Ммм. Она просто сейчас белая, не очень красивая внешне. Но когда она покроется глазурью, так это будет просто красота. Пусть немножко остывает. Ну что, смотрите, я взяла прутвень. Вы можете взять форму. Я заслала пергаментом, чтобы не испачкать так. И сейчас аккуратно. Ой. Ого. Тяжелая. Двумя лопатками надо. Одной не получится. Прогинается. Ой, ты представляешь? Не хочется ждать, пока она остынет полностью. Ай-яй-яй-яй-яй. Порвала этой дурацкой лопаткой шкурочку. Нет, пусть остынет лучше. Потому что мы сейчас поломаем ее. Я ее так приготовила, чтобы она была полностью готова. То есть намазываешь глазурью и все. Запекаешь. Лазурь закарамелизировалась и все. Я вынесу сейчас на улицу. Пусть немножко там остынет. Потому что очень горячая. Мы порвем шкуру и все. Так, я взяла миску. Набрала патки. Вы вместо патки берете мед. Или же берете сахарный сироп. Или сахар с водичкой. Так, соевый соус. Пару столовых ложек. Чуть-чуть столовая ложка растительного масла. Дальше. Специи. Это у нас перец. Нам нужна просто корочка сверху. Зажаристая. Так, это перец. Для ароматика. Чуть соли, потому что мало соли. Горчица в зернах. Иди сюда. Сейчас. Одну секундочку. И сейчас я это поставлю на огонь, чтобы растаяла патка. У вас мед. Оно вмешается. Или же к меду добавите немножко водички. И на огне надо растопить, чтобы жидкое стало однородное. И смотрите, я только поставила на огонь. Ничего. Я не кипячу. Миска нагревается. И сразу патка начала уже таять. Вот сейчас у меня патка похожа на мед на жидкий. Если у вас мед жидкий, вы не разогреваете. Потому что нам нужна вот такая масса. Немножко как тягучая. Этой массой мы намажем нашу уточку в духовочку. И все. Буквально это схватится на утке. И будет красота. Перец. Но я не буду давать сюда перца чили. Потому что это в нашей семье любят. А мы вот будем идти например в гости. То зачем нам, чтобы оно было сильно остро. Оно наоборот должно быть сладенькое. Такая корочка. А соусы со смородиной. Смородину просто проварю. Перетру. Добавлю сливочного масла. Вот такой вот соус мы сделаем. С красной смородины. Он будет кисленький. Видите. Вот я вымешиваю. Оно вмешивается. И получается как будто бы мед. И соевым соусом со специями. Вот так вот получается. И для кислоты мы добавим сюда. Сейчас я попробую как оно получается у нас. Замечательно. Кислоты даже не надо добавлять. Потому что горчица она идет с уксусом. Тут достаточно. И на сладость у меня даже вроде бы просится еще дать меда. Но я уже не буду добавлять. Хватит этого. Меда или сахара. А у вас будет мед. То разбавить ее немножечко водичкой. И вот такая консистенция у вас получится. Видите какая красота. Ммм. Вкусно. Очень вкусно. Можно. Вот сейчас специи. Ну добавьте еще что. Ну что у вас есть то добавляйте. Я сейчас еще паприки. Хотя уточка у нас сама по себе уже такая там ароматная. Мама не горю. Ну. Так. Кинзу не буду тоже. Кориандр тоже не буду. Потому что не все любят. Это базилик сухой. Здесь со специями не надо перебарщивать. Потому что вы любите одну кто-то другой. Лучше соусы всевозможные сделать. И потом. Так. Все. Намазка наша готова. Я сейчас опять включаю духовку. Духовку градусов на 180. И сейчас принесу уже готового переложенного гуся. Вот немножечко подостыло и без проблем он снялся. Смотрите какой красавулька. Красавульчик. Теперь снимаем аккуратно эти все булавочки. Немного разовым мы их помоем. Мягенькие. Отличные все. Отлично выходит. То есть у нас гусик уже готовый. Это розмарин. Видите. Можете убрать. А может гуси остается. Так. И сейчас я вот так вот намажу его. Хорошо. Вот этой намазкой. Я застилаю пергамент. Чтобы легче было мыть. Там где стечет ничего страшного. Потом мы еще. Сейчас оно начнет хвататься на уточки. И тогда мы его будем оттуда поливать сюда. Даже много сделала. Видите. Ну ничего. лакированный гусь. Видите какой получается. Да что ты гусь утка не гусь. Господи. Гусь да гусь. Гусь да гусь. Так. Вот смотрите. Видите. У нас тут немножечко стекло на эту. Не страшно. Сейчас начнет карамелизироваться. И мы все это. Смотрите какой он красавчик. Ммм. Ай какой красавец. Вот такой он должен быть весь. Отправляю в духовку. И как только начнет карамелизироваться. Поливаем. Поливаем. И выключаем. Долго не будем. Потому что у меня гусь по готовности. Он полностью готовый уже. Не надо его передерживать. Но. Единственное что. Сейчас можно вот сюда. Немножко. Видите. Подгорели ножки. Даже в этом. Одеть. Фольгу. Крылышки. Крылышек почти нету. Не страшно. А ножки. Можно одеть в фольгу. Или же когда будете подавать. Просто оденете такие как. Пилоточки на ножки. И все. Отправляю в духовку. Так. И сразу. Смотрите. Жаровня вымылась. Отлично. Нигде ничего не подгорело. Сразу мойте посуду. Не оставляйте. И далеко не уходите от духовки. Потому что вы все время должны поливать. Вот этим вот маринадом. Утку. Это только вот. Прогреется. Маринад начинает кипеть. Буквально 15 минут. И все готово. Так. Посмотрим. Что у нас. Смотрите. Начинает уже. Затягиваться. Видите. Какая уже эта. Подливочка становится. Я все время поливаю. Поливаю. Она чем гуще будет становиться. Тем она будет лучше приставать к гусю. Ну. Господи. Кутки. Но. Смотрите. На этом этапе я пока выключу духовку. Потому что еще долго до подавания на стол. Пусть она так постоит. Чуть-чуть приоткрою духовочку. Вот так вот. Вот так. И пусть она стоит в духовке. А когда уже подавать. Перед тем как подавать на стол. Где-то за час я его включу. Уже закарамелизируется до конца. Полью. Чтобы уточка была у нас горячей. Все. Так. Ну что. Смотрите как выглядит уже. Заканчиваю. Я уже окончательно включила. Смотрите какая карамель. Видите. Она прямо такая вот. Пузыриками уже. Смотрите. Видите как она тянется. И вот я его сейчас все вот это соберу. И сюда на гуся. Ножки эти я вам говорила. Можно было прикрыть. Ну ничего. Я их фольгой замотаю. Вот это все уже сейчас сюда. Видите какое тягучее. Уже тянется как карамелька. То есть. Уже утка полностью готова. Сейчас будем уже вытаскивать ее. Так. Ну что. Достаем уже утю. Хватит ее там уже. Ее уже можно будет. Ой. Губами кушать. Ай какая утя. Ай какая красивая утя. И вот сейчас. Видите какое оно. Уже начало прямо карамелизироваться. Уже тянется. Ну и жир конечно. Много сильно жира. Сутки. Это вообще. Сколько я вылила его там. И все равно полно. Так. Все. Такая. Ой ой ой. Уже. Тут аккуратненько. Потому что мы уже щипчики эти все поснимали. Так. Все. Вот такая утка. Это все готово. Оформляем. Здесь она не очень красиво смотрится. Так как она прямо сгорела. Она очень красивая. Мне так хочется что вы ее увидели. Смотрите какая уточка. Смотрите какая она красавица. Ммм. Попой просто. Это. Блюдо. Видите жир. Вот это желтый отслаивается. Вот в уголочке хорошо сейчас видно. Это жир. Утиный. Поэтому мы его. Все. Пусть немножко остывает. А мы с вами сейчас сделаем соус. Так. Соус я хочу сделать из красной смородины. Я прямо вот с морозилки достала. Видите. Помните как мы с вами закрывали. Вот для фикселей это отлично. Сковородку ставлю на огонь. Не хочу никакими вот. Именно будет смородиновый. Никакие не хочу там вкусы добавлять. Просто чисто смородиновый соус. Беру сливочного масла. Я не знаю. Граммов 20. 30 от силы. Вот так. Вот такой кусочек на сковородку. И потом чуть-чуть затянем. Чтобы долго не уваривать. Чтобы не терять все полезные. Как говорится. Витаминки. Затянем крахмалом. Сейчас расставить немножко масла. И погружным. Потом перебьем. И все. Можно через сито. Можно расставиться с этими. С этой кожицей. Это уже смотрите сами. Настолько вы будете опаздывать на праздник. Вот так. Пока не стоит масло. Нужно отковырять. Смородина такая вкусная. Кисленькая. Потому что если всю достать. Размораживать. Зачем? Ой. Она потом же два раза замораживает. Зачем? Сейчас я так отковыряю. Только мне нужно. Вот. Ну придется еще наверное пол мыть. В этом последнем году. Так. Все. Хочу показать. Уточка большая. Смотри как белеет сразу. Соуса поборщина. Да. Сейчас наковыряем. Оно хорошо отделяется. Оно хорошо отделяется. Потому что у меня холодильник. Шоговая заморозка. А это не все обратно. Все. Достаточно. Этого достаточно. Для нашей компании. Тем более есть всевозможные еще соусы. Хрены. Так. Я беру миску. Сито. Потому что нужно удалить вот эти косточки. Сейчас видите. Уже у меня мягкая стала ягода. Аккуратно со сковородки. Это надо стереть бумажным полотенечком. Потому что мы вернем тогда сковороду. Видите. Кое-где есть семечки. Убираем. Потому что когда попадется на зубах. Мне очень приятно это будет. Все. Можно не мыть. Бумажным полотенечком. Вот вытерли все. Сковородочка чистенькая. И вот так тщательно протираем. Чтобы косточки остались в сите. А мякоть вся вот сюда чтобы вышла. Вот это здесь самое ценное сейчас. Все. Видите. Это все убираем сюда. Да. А сито на мойку. Так. Выливаем это обратно на сковородку. Все. Красота. Да. Какой цвет. Если у вас размороженная ягода. Перетрите сразу на сито. Чтобы не терять вот эти вот драгоценные миллимиллиметры. Так. Смородина кислая. Нужно добавить сладости. У меня вот здесь есть такое варенье. Я делала мятно-лимонное. Вот оно у меня в банке. Я его сюда сейчас добавлю. Лимона там сахара много. Не переживайте. Но. Ой. Запах мятный пошел. Так. Ставлю это на плиту. Все. И добавлю сюда. Скажите мне. Господи. Что я хотела добавить сюда. Корицы. Чуть-чуть корицы. Буквально на кончике ножа. Если вы будете использовать сухую мяту. Ну так. Для запаха. Чисто символически. Вот так вот. Я имею ввиду за мяту. Ну и за корицу тоже. Не переборщите. Тонкий-тонкий. Чтобы был. Где-то далекий. Такой знаете. Привкус специи. А так смородинка. Так. Никакой даже. Крахмала никакого не надо. Моментально затянулась. Смотрите. Закипело и все. Не надо делать его сильно-сильно густым. Вот такой прекрасный соус. Он какой-то цвет красивый. И тонкий-тонкий запах корицы. И чуть-чуть мяты. Это то, что нужно. Я добавлю. Это по своему вкусу. Извините. Вентилятор меня перекрикивает. По своему вкусу. Добавлю чуть-чуть перца чили. Вот так. Буквально раз. Крутнула и все. Потому что утка у меня нету горечи. Ну и смотря какую компанию вы идете. Сегодня мы идем в компанию. Где не очень любят острое. Поэтому. Вот видите. Косточка с лимона. Ну это не сразу что берете. Вот так и вынимаете ее. И сразу заливаете в соусник. Видите какая консистенция. Вот я смотрите. Вот ложку взяла и провела. Видите не сразу затягиваться. Ой отлично. Кисленький. Ммм. Супер. И сейчас перелью вот так в чашечку. Ну представим что это у меня соусник. Уточку разберут на кусочки. Потом берешь и поливаешь этим соусом. И это просто божественно. Вот такой соус у нас прекрасный получился. Он сейчас остынет. Вот вы видите на ложке какой цвет. Он остынет и будет очень очень знаете. Заключающим штрихом к нашей вкуснючей утке. Ммм. Просто супер. Так ну что у тебя готово. Сейчас вот так кусочек просто отрежу грудинки. Чтобы вы увидели какая она на разрезе. Тоненькими такими слайсиками нарезать. Сейчас секундочку. Смотрите какая она красавица. Вот видите какая она. И жирочки. Сейчас просто так тоненько ножичком на столе нарежем. Какая красота да. Просто красота. Вот такая вот утя у нас получилась. И вы приготовите это утя. Будет украшение вашего праздничного стола. Субтитры создавал DimaTorzok